Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Валентина Ивановна, Мячеслав Викторович. Хочу всех поприветствовать. Парламент нового созыва, Нижняя палата, уже завершил свою работу в осеннюю сессию. Скоро завершается работа и Совета Федерации. Безусловно, важнейшим событием в уходящем году были выборы в Государственную Думу, которые привели к значительному обновлению состава депутатского корпуса. Ну и в руководстве палаты тоже произошли существенные изменения. Но это не помешало сразу же включиться в активную законотворческую работу. Я особо хотел бы поблагодарить вас за те решения, которые были приняты за, в общем-то, не такое же продолжительное время. И прежде всего за активную работу и принятие главного финансового документа стороны бюджета России, что чрезвычайно важно для того, чтобы экономика развивалась стабильно, и бюджетные процессы оказывали необходимое положительное воздействие на экономику страны в целом. Вместе с тем, думаю, и вы со мной с этим согласитесь, нужно очень внимательно относиться к нововведениям, бережно относиться к изменениям в действующие законы. Например, более 10 раз вносились поправки в уголовный кодекс, более 30 раз в налоговое законодательство и более 40 раз в кодекс об административных правонарушениях. Безусловно, если уж это необходимо, то нужно все эти шаги сопоставлять с тем, что остаётся в качестве действующих норм и как сочетаются новые нормы между собой, которые принимаются по различным направлениям и по отраслям права. Без всяких сомнений важнейшим направлением остаётся региональная политика как для исполнительных органов власти, так и для депутатов Федерального собрания. Здесь, конечно, в первую очередь это забота верхней палаты, которая представляет интересы регионов, но и депутатов Государственной Думы, имея в виду также и то, что у нас изменилась система выборов, и часть депутатов пришли непосредственно из регионов Российской Федерации. По сути, напрямую имеют контакт с избирателями, но и те коллеги, которые по партийным спискам пришли в парламент, тоже должны иметь прямую непосредственную связь со своими избирателями. Такая практика была налажена ещё в предыдущие годы, надеюсь, она тоже сохранится. И, разумеется, я хочу вас всех поздравить приближающимися праздниками, пожелать вам всего самого доброго, выразить надежду, что так же конструктивно, как мы работали в уходящем году, мы будем с вами работать и в году наступающем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.